Добрый вечер, дорогие товарищи! Добрый вечер! После новогодних каникул у нас начинается занятие в Университете рабочих корреспондентов Фонда Рабочая Академия. План занятий опубликован в газете «Народная правда». Можете взять после окончания лекции. Также он находится на сайте Фонда Рабочая Академия, на сайте РКРФ. У нас много событий, план занятий многоплановый, но красной нитью проходит вопрос организованной борьбы трудящихся на предприятиях. Начиная от создания профсоюзов, формирования заключения коллективных договоров, проведения забастовочной борьбы. И первая тема лекции так и звучит. Как организовать забастовку? Лекцию читает доктор философских наук, профессор Попов Михаил Васильевич. Пожалуйста. Пока Михаил Васильевич встает, напоминаю, что вопросы у нас в письменной форме. Запись на выступление также тоже в письменной форме можно брать в источнике. Мы с вами знаем из диалектики, что начало – это неразвитый результат. А результат – это развернутое начало. Вот забастовка, как нам уже неоднократно говорилось, обсуждалась в этой аудитории, и не является такой новостью большой, что началом советской власти является забастовка. А советы являются развернутыми забастовками, потому что когда забастовки расширяются, 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 потом забастовочные комитеты посылают своих представителей, они садятся, образуют совет, то есть территориальный орган, состоящий из представителей коллективов бастующих. А почему бастующих? Потому что бастующие имеют силу, а просто, если вы пошлёте куда-нибудь своих делегатов, никакой силы не имеющих. Такие уже у нас опыты были, в том числе были всякого рода советы, там, рабочих, крестьян, физалийцев, служащих, а они никакой роли не сыграют, потому что они не имеют силы. А забастовочные комедии имеют силу. Это первое. Второе. Как раз это начало этой советской власти, оно помещается в старом капиталистическом обществе, а вовсе не в социалистическом. Это во-первых. Более того, мы знаем из истории, что советы, они возникли ещё в 1905 году в России, ещё когда у нас был царизм, и ещё когда буржуазная революция не произошла. И уж если говорить, а кто продвинул парламентскую власть в России, Булагинскую думу, это можно сказать, что это то восстание, которое было в Москве, и которое было организовано Советом рабочих в Москве, или Советом рабочих депутатов, декабрьское вооружённое восстание, после которого появилось у нас некое подобие парламента, Булагинская дума, и с этого момента вот пошли думы, одна, вторая, третья и так далее. Не буржуазия создала парламент, а Советы продвинули парламент. То есть, так бывает, что более передовые органы, когда они раньше начинают действовать, они продвигают и подтаскивают то, что должно было бы им предшествовать. Но, конечно, благодаря тому, что совершилась буржуазная демократическая революция в феврале 1917 года, возможности для того, чтобы действовали Советы, расширились, и поэтому Советы были созданы очень широко по всей России, и они снова возникли как грибы. Опять же, они возникли в каком обществе? Не в социалистическом, и не после революции, а до революции. И вот когда Советы уже были, и уже когда созывался второй съезд Советов, а первый съезд Советов созывался в известном нам месте, это вот была съездовская линия Васильевского острова, теперь она называется Кадетская, и это здание теперь перешло к самому Петербургскому государственному университету. Там ничего сейчас нет, и ремонт у нас, оно там закрыто. В этом здании и в этом помещении проходило однажды заседание Движения Коммунистической Инициативы, в котором вот тут присутствующих, вот Виктор Аркадьевич был, я тут был, наверное, Виктор Иванович был тогда. То есть мы там были, нас туда пускали, это принадлежало помещению Академии Тыла и Транспорта, а они очень благоволили Движение Коммунистической Инициативы и Министерство Обороны, вот тогда вот, накануне всех этих контрреволюционных событий. Ну вот, поэтому внимание к проблеме забастовок и к тому, как их организовать, совершенно понятное. То есть само по себе это действие такое, как бы экономическое. Сразу хочу сказать, что никаких вот таких забастовочных комитетов всероссийских или мировых не было и быть не может, потому что забастовка – это явление, которое связано с тем, насколько готов данный коллектив остановить производство и выставить требования, или лучше сказать, выставить требования и поддержку их остановить производство. Вот такого, чтобы это было на всех предприятиях сразу не было. А вот подъем забастовочного движения обеспечивал уже и политическое развитие революции, потому что все крупные действия политического характера совершались на пике развития забастовочного движения. Вот, значит, все это нас привлекает к тому, чтобы присмотреться к забастовкам, и понять, что несмотря на вот такую ее значимость, совершенно определенно связанную с дальнейшим развитием политических процессов вообще в мире, тем не менее они во всех странах мира, почти во всех странах мира, входят в арсенал демократических средств, которые признаны буржуазной демократией. Из этого не следует, что это достижение буржуазной демократии, надо сказать по-другому, что борьба рабочего класса вынудила и буржуазию в своих документах основных, в Конституции, как у нас в Конституции, это статья 37, право на забастовку, и в соответствующих кодексах, у кого у них есть, везде признают право на забастовку. Более того, признание права на забастовку означает ничто иное, как констатацию того, что мы покончили с крепостничеством. Хотя по событиям в нашей стране можно сказать, что мы никак не покончили с крепостничеством, наоборот, к нему вернулись, потому что у нас есть люди, которые месяцами работают без зарплаты. Ну как так вот можно? Вот если я работаю на помещика, это понятно, он мой отец родной, и я должен бесплатно на него трудиться. А чего вы работаете бесплатно по трудовому договору? Договор же, в чем смысл договора? Я работаю, мне платят зарплату, мне не платят зарплату, я не работаю. Это совершенно понятно и ясно. Тут никакого действия такого ненасильственного, никакого-то выдающегося особенного нет. Если это трудовой договор, если рабочие продают свою рабочую силу, если деньги не дают за товар, так они товар не выносят на рынок, и все. Что тут непонятного? То есть не надо работать. Первое, что нужно сделать, прежде чем вообще можно говорить, не надо работать без зарплаты. И этот вопрос урегулирован у нас в законе 142 статье Трудового кодекса, и говорит, что если вам более 15 дней не уплатили зарплату, вы имеете право приостановить работу, уведомив администрацию об этом, до выплаты зарплаты. А вам должны потом сообщить письменно, что Иван Иванович, Иванов, завтра выходите на работу, и поскольку вам будет завтра выплачена заработная плата. И пока вам такой бумажки не принесли, вы можете хоть сидеть на своем рабочем месте, читать капитал, первый том, второй том, третий, как раз время есть. Или можете пойти куда хотите, там написано прямо в законе Трудовом кодексе, что необязательно находиться на рабочем месте, уведомив администрацию. А вы можете, скажем, пойти на временную работу, и работать там до того времени, пока вам не выплатят зарплату. И вы эту зарплату получите, и там, где вы временно работаете. То есть это тоже не забастовка. Это нельзя считать остановкой работы. Это приостановка. Это как вот, когда к вам автобус подъезжает, и не успевает затормозить, уже в двери снова вы вскакиваете, он захлопывает и едет дальше. Так и приостановка работает. Никакой остановки нет, так и приостановка. Поэтому это не забастовка. Хотя на самом деле, конечно, если дружно все сразу, как им только не заплатили, 17 дней, ну 15 по закону, два еще дня выждали, мало ли там что-то там, какие-то трудности. Вашего контрагента по договору. А потом все. После 17 дня никакой работы не может быть. Все бумажки подали. Не хотите брать? Послали по почте, с заказным письмом, с уведомлением о вручении и так далее. И зафиксировали это, если надо, что у вас не берут, а сформив соответствующими документами, которые называются составление акта. Акт должны уметь составлять все. Акт ничего не означает, никакой позиции политической не выражает, а просто он констатирует, что было, что вот я товарищу Иванову давал, а товарищ Иванов вместо этого дал мне по обезьянному бить. И вот мы трое это подписали и дали Иванову подписать, что так и было. А он отказался. Тогда мы пишем, подписать сеть документов отказался. Еще раз подписываем. И этот документ принимает любая инстанция, прокуратура, суд, Рострудинспекция и так далее и тому подобное. Вот это я все оставляю за рамками. И речь пойдет о забастовках. Забастовка бесконечно выше, чем протестные действия, в которых с легкой руки так называемых левых, в которых главную линию играет и основной вес имеет КБРФ, в протестных действиях. Но сюда же присоединяется и Навальный, который тоже в протестные действия. А что такое протест? Это рассказ о том, куда я не пойду. Куда я не пойду? Это будет очень долго. То есть это я делать не буду. А кое-что я буду делать? Вот если я спрошу вас, а что будет после лекции? Каждый пойдет своей дорогой. А здесь собрались только для одного вопроса. О забастовке. Ну, когда люди протестуют против чего-нибудь. А дальше какое может единственное действие? Никакого единственного действия не может быть, потому что у них нет никакого позитивного начала. Если я против. Вы меня бьете, а я против. Вы меня все отнимаете, а я против. Это здорово. А и хорошо, что я против. Ну, чтобы кто не знает, что против пенсионной реформы 80% населения. Президент знает, правительство знает, Дума знает, все партии знают. Кого вы хотите проинформировать, что вы против? Ну, это смешно даже. И вот люди всерьез. Где вы такое нашли? В истории вообще рабочего движения протестные действия. Никогда не было. С ума сошли уже эти так называемые представители оппортунизма и ревизионизма в России. Придумали протестные действия. А забастовка с чего начинается? С организации забастовки, чему посвящено? Наше мероприятие начинается с движения требований. Почему? И это самое главное. Требование – это не то, что я хотел бы, а то, что если не будет исполнено, будем останавливать работу. Правильно? Вот что такое забастовочное требование. Потому что оно и требование, а не просьба. И не на коленях мы должны приходить к барину и просить, выплатить нам зарплату, или сделать то, или сделать еще. А мы должны это сделать как требование. И требование очень важно правильно составить. Правильно составить, прежде всего, надо по содержанию, а не по форме. По форме тоже важно. Почему? Потому что содержание определяет, будет забастовка или нет. Вот у нас есть богатый опыт докеров, который, в отличие от некоторых других, скажем, от тех, кто не может никак провести всю необходимую процедуру и оформить забастовку согласно закону. Они многократно это делали, и разные компании это совершали. Они сделали совершенно однозначный вывод. За 10% повышения зарплаты никто бастовать не будет. Никто не будет бастовать за 10%. Почему? Потому что 10% очень близко к инфляции, которая у нас есть. Поэтому на самом деле вы начнете готовить, целый год будете готовить забастовку, все это организовывать, процедуру все изучать, все это, так сказать, собирать, греметь. Значит, начальство будет на это смотреть, потом выйдет генеральный директор в конце года и повысит на 10% зарплату. Он и так собирался повышать, потому что на самом деле это просто индексация. Потому что на самом деле где-то в пределах 10% просто. И все будете вы, так сказать, как в грязи, облитой грязью. И скажут, вот вы будоражили народ, занимались всякой чепухой, а вот я же вам повысил еще. И так и делал. Причем одновременно мы смотрели, кто изнутри профсоюзной организации в этом участвовал. Это делал уже Моисеенко. Пока определял требования товарища Федотова, член нашей партии, то требования были такие, повысить заработную плату номинальную на 30%. Вот на 30%, ну, можете себе представить, вот рабочие, ну, что он будет, ну, на 30% он может подняться на то, чтобы что-то такое сделать, во чем-то участвовал. Если это 10%, то пошел ты вон. Никто не будет заниматься этими 10%. Я уже не говорю о том, что вот, если бы кто-нибудь выставил такие требования, забастовочные, давайте индексацию будем делать. Вы хоть одну такую забастовку знаете в мире за индексацию. Не было таких забастовок, и не будет. Потому что никто не будет подниматься. Можете написать все, что угодно. Надо исходить не из того, что мы напишем, а из того, что люди возьмут для себя, для того, чтобы подниматься. Это и риск, это, между прочим, потеря зарплаты на какое-то время. Правильно? Или какая-то потеря зарплаты, если это неполная забастовка, частичная, в любом случае. Поэтому, если вы, так сказать, не имеете какого-то заранее результата, то в начале забастовки никто за такой пустой результат подниматься не будет. Подняться надо. Вставай, поднимайся, рабочий народ. Так чтобы подняться, надо написать, за что сейчас могут люди подняться. За три вещи. Первое, это за повышение уровня реального содержания зарплаты. Но если я этим ограничусь, высказываю, мы требуем повышения уровня реального содержания зарплаты. Над вами будут издеваться, потому что вам возьмут на копейку, поднимут после вашей всей процедуры и забастовки, и требование выполнено. Правильно? На копейку реально, я имею в виду. То есть, надо повысить зарплату на уровне больше. Вот в этом году у нас уже наш дорогой Центробанк запланировал инфляцию в 5,5%. Поэтому, если кто-то добьется повышения номинальной зарплаты на 5,4, он даже с индексацией не добился. А кто-то добьется 5,6% повышения зарплаты, значит, он тоже в таком положении. Но кто-то это будет бастовать за 1,1% прироста реальной зарплаты. Никто не будет. Поэтому вот об этом надо думать. Значит, первое – повышение уровня реального содержания зарплаты. На что мы опираемся? Ну, на какой опыт, который есть. Потому что, скажем, по поводу повышения реальной зарплаты, кому удалось вставить в коллективный договор? Вот Форд Моторс Компани, профсоюзу Форд Моторс Компани удалось поставить в коллективный договор такое требование повышения реального содержания зарплаты на 2,5%. То есть, индекс, повысить номинальную зарплату по окончании года на индекс инфляции плюс 2,5%. Ну, если инфляция была 10%, то это 12,5%. Если 5%, то это 7,5%. Если на 100% инфляция, то на 100%, 2,5%. То есть, что такое повышение реального содержания? Это сверхинфляции. А если вы где-то в пределах инфляции, это вообще, так сказать, вы поддерживаете это самое отбирание у народа то, что он должен получить. Другой опыт, более правильный. Более правильный почему? Потому что вот Моторс Компани непонятно почему делал коллективный договор на один год. Так трудно сделать коллективный договор заключить на один год. Только пока ты его заключаешь, год закончился, и уже и нет этого требования, и нет этого в договоре. А договор коллективный это великое дело. Почему? Это локальный нормативный акт. Вы хотите изменить право? Хотя право это возведенный закон воли господствующего класса, но у нас есть право законное изменить право. То есть взять и в масштабах своего предприятия установить совсем другие нормы. Нормы труда, другой рабочий день, другой рабочий недель, другой отпуск, другой уровень заработной платы, другие условия труда. Более того, по закону ухудшить в коллективном договоре по сравнению с законом ничего нельзя. Право дано только по закону о коллективном договоре. Только улучшить, а ухудшить нельзя. А все, что вы ухудшили, не считается. Это нельзя принимать действие. Поэтому вы ничего не можете проиграть, когда вы составляете коллективный договор. А выиграть вы можете то, что вы умеете составлять нормы, право, и люди, которые составляют коллективный договор, могут работать в будущем госплане. Почему? Потому что они знают, как планировать жизнь. И они планируют жизнь комплексно. Там все стороны есть. Но самое первое требование, конечно, которое нужно включить, это то, чтобы согласовывали с профсоюзом или с представительным органом и работником. У вас нет, допустим, профсоюза, или вы еще не перебрали, а у вас поганый профсоюз, руководство поганый, или у вас просто нет, а вы собрали из трех человек фабрично-заводской комитет. Если его поддержит конференция, и достаточно. Вот если вы напишите себе в качестве первого требования, что никого не увольнять без согласования с представительным органом работников, тогда в этом вашем действии будет интересно участвовать всем. А если у вас будет хороший коллективный договор, на меня уволят в процессе этого дела, то мне радостно за вас. А вы, может быть, придете ко мне на поминки. Поэтому люди, как безграмотные иногда будут нам дали учет мнения. Что такое учет мнения? Вот у докеров карикатура на этот учет мнения есть такая. Карикатура жизненная. У них есть прямо в правкоме такие машинки, куда они закладывают, если вот листочек, на котором у них какой-то текст, который не надо, чтобы кто-то читал, они так раз туда, и машинка измельчает. И все. И он на мелкой части. Вот они когда кладут, говорят, учет мнения. Ваше мнение действует. Все. Что такое учет мнения? Учет мнения означает, что вот генеральный директор подготовил проект приказа. И я вам сейчас излагаю то, что в Трудовом кодексе написано про учет мнения. Проект приказа должен быть с обоснованием. Это хорошо. Пусть напишет, зачем это он такое придумал. С обоснованием. Отдает профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет пишет, мы не согласны. Но надо лопить мотивировочку, потому что это ухудшит положение работников. Вот мотивировка есть, неважно особенно. После этого должна пройти консультация, то есть генеральный директор приглашает председателя профсоюзного комитета кофе пить. Попили по чашечке кофе, слышим вам на лечику, все, после этого я могу их давать. После этого можно уже их давать. То есть это оттягивание издания приказа на 2-3 дня. Больше ничего. Поэтому согласование это большой обман народа, большой обман трудящихся. И если у вас, простите, учет мнения, если у вас согласования нет с профсоюзом, то, значит, любой может быть уволен. А первое, что боятся люди, которые начинают забастовку или что-то готовятся. Да, это хорошо, мы поднимемся, нас уволят, уволят. Вот надо, чтобы нельзя было увольнять. Вот, скажем, у докеров, поскольку у них в коллективном договоре записано, что нельзя уволить, вот на первом контроле и на первом интернале нельзя уволить ни одного члена профсоюза. Там 2 профсоюза, один называется профсоюз докеров, российский профсоюз докеров, РПД, а другой профсоюз работников водного транспорта, ПРВТ. Они сделали единый профсоюзный орган, единый орган, который, так сказать, имеет председателя, руководителя профсоюзной организации, профсоюза докеров и заместителя профсоюза. И вот, поскольку у них в коллективном договоре написано, что никого нельзя уволить без согласования с профсоюзом, всех и уволили не членов профсоюза. Поэтому общество, акционерное общество, Первый Катерин и Криминал, единственная, наверное, в стране организация, в которой только члены профсоюза. Ни одного нет без члена профсоюза. Ни одного. Я такого примера не знаю. Причем, как увольняли? Ну, не нагло так. Приглашают вас, говорят, ну, вы уже в возрасте, вам же, наверное, тяжело. Давайте мы дадим 5 окладов по 90 тысяч. Будет 450 тысяч. Некоторым как-то нравятся вот такие цифры. Раз они, этот ушел, второй ушел, третий ушел, четвертый ушел. И так все ушли, остались одни члены профсоюза. А эти нет, эти стоят, а зачем? Они знают, что они еще сделают запасовку и повысят себе зарплату. Потому что они твердо знают зарплату, можно повысить только запасовку. Но это, я думаю, всем понятно, потому что у нас есть бедные и богатые. Бедные хотят стать богаче. А что хотят богатые? Стать еще богаче. Ну, приятно иметь дело с грамотными людьми. А таких богатых, которые хотят помочь бедным, ну, есть такие вот, которые иногда копейки бросают для того, чтобы считалось, что они благотворители. А в чем благотворение? А в том, что часть прибавочной стоимости как бы возвращает назад, чтобы выглядеть приличными людьми. Часть. Маленькую часть, конечно. Ну, вот, и так первое требование. И так первое требование. Согласование с профсоюзом того, так сказать, вопроса увольнения нельзя уголить без согласия. Без согласия. Ничего обсуждаться не будет. Просто не согласовывают. Пришел приказ, не согласовывают. И все. второе, это повышение уровня реального содержания зарплаты, индекс инфляции плюс 6%. Ну, 6, потому что 5 уже получили, доневосточные докеры. Ну, надо начать, же еще торговлю будет. Это вы только в проект напишите 6. Пишите 10. Может, получим 5. Сверх инфляции. Третье. сокращение рабочего дня до 6 часов. Скажем, первый год коллективный договор включаем. Подготовка, второй год 7 часов, третий год 6 часов. Ну, если час, за час люди вырабатывают стоимость своей зарплаты. За час. Это данные по всей стране. Здесь вот Виктор Георгиевич Долгов выступал, доктор экономических наук, мой коллега, который говорит, за 40 минут вырабатывается зарплата. А дальше вот эти остальные 7 часов. Кто с чем? А ведь у нас и не 7, и 8 работают, и 9, и 10. Вот остальные это все прибавочная стоимость. Немножко ее подсократить. Потом некоторые товарищи бьются за доведение зарплаты до стоимости рабочей силы. А почему только до стоимости? Вот если у вас развернуто больше забастовочная борьба, то выше стоимость. А если вообще не развернуто, то ниже стоимости будет. Это ясно же. Зарплата это цена рабочей силы. Вы хорошо боретесь, значит, торгуете хорошо своим товаром. Плохо торгуете, значит, мало получите. Стоимость, это же вокруг нее, это все колышется. Вообще-то надо все отнять, прибавочная стоимость. В этом смысл дальнейшей борьбы рабочего класса. Правильно понимаете? Прибавочной стоимости быть не должно. Мы даже на переговорах, вот я участвовал в переговорах вместе с докерами, и говорим, ну ладно, давайте вашу, давайте, мы же партнеры, давайте прибыль пополам. У них такие глаза. У вас написано отношение социального партнерства. Зарплату это само собой мы получили, а дальше прибыль, дайте делить. Он говорит, нет. Ну хорошо, давайте тогда так, средства производства у вас берем в аренду, а у кого средства производства, у того, приважная стоимость. И понимаете, что стоимость наша? Я говорю, нет, так не пойдет. Ну, то есть, всякие бывают разговоры во время этих самых переговоров с администрацией, с ее представителями. Значит, считаем дальше. Значит, повышение уровня реального содержания зарплаты на величину такую, чтобы народ поднялся на забастовую. Дальше. Сокращение рабочего дня до 6 часов. Дальше. Это еще вы начинаете с этого. Может, получится 5,5. Может, получится 7,5. Может, получится 7. Мы не знаем, это требование еще только, да? Дальше. Возврат всех тех преимуществ и всех тех благ и компенсаций, которые были до СОУД. Здесь вот специально рассказывал Денис Борисович Дегтярев, что заустроили за СОУД специальную оценку условий труда. Когда платят неким специализированным организациям, они приходят и всем, у кого ужасные условия труда, рассказывают, что у вас курорт. Если вы докеры, то вы работаете на берегу моря и на свежем воздухе. И хотите еще, чтобы вам это дополнительные были какие-то вещи. Вот, поэтому. А те, кто в жарком сухой ночи, им не холодно. Правильно? Те, кто на морозе, там, и жарко. Поэтому они все это дело фиксируют и раз-раз и отбирают. Отбирали у всей страны. Причем по-тихому. Вот вокруг пенсионной реформы был какой-то шум. А вокруг этого СОУД не было. Я, например, через два года узнал, после того, когда она прошла. Как-то так незаметно ее провели, подбирали все. Надо все это вернуть. Но с ГАКом. Ну, то есть требование заложить такое, что если там было три дня в отпуск, то пять написать, добавить. Если нужно было, то молочко давать, надо еще давать. Кефирчик и так далее. И прочее, и прочее. То есть надо все сделать с ГАКом. Вот. По условиям труда. Вот это как минимум. А что еще конкретно нужно сделать? Это должны сами люди знать, которые готовят забастовку. Они должны сказать, знать, что это вот мы взяли всеобщие вещи, которые всех касаются. И вот эти все пункты, которые я перечислил, они для любого предприятия, для любой организации, для любого коллектива подходящие. Сейчас. Момент такой. То есть потому что у всех отбирают, у всех хуже. У всех плохо. И с условиями труда, и с зарплатой, и с величиной рабочего дня и так далее. Но специфические вещи, они должны быть учтены уже в соответствующих специфических требованиях. каждый должен думать сам. Так подумайте, что вы требуете. А если вы ничего не требуете, так вам хорошо же. Ну, раз вам хорошо, так и хорошо. То есть что у нас, на чем сейчас базируется единство нашего народа? А на том, что народ ничего не требует. Ну, какой хороший народ? Ничего не требует. У нас замечательный народ. Это могут сказать представители любой партии буржуазной. Ну, если вы хотите протестовать, протестуйте. Вот это пожалуйста. Вот все равно всегда, когда готовится какое-то блюдо, должно быть и котлетка, и гарнир. Вот, так сказать, котлетка – это пенсионная реформа. А вы протестуйте, будет еще и пюре. Дескать, у нас все демократически было. Были люди за, были люди против, а не то, что просто взяли и сделали. Нет, дали возможность людям высказаться. Идите выступайте. Хотите в уделенном парке, хотите еще где хотите, на улицу выходите, получите разрешение и болтайте, что хотите. Красота, демократия. Теперь встает вопрос, а дальше что делать? Вот вы, наконец, сформулировали требования. Но это требования кто сформулирует? Сколько нужно человек сформулировать требования? Ну, как минимум, сколько? Один. Люди будут совершенно грамотно. Один человек должен написать эти требования, потому что, если ни один не напишет, не будет второго, не будет третьего. Один человек написал, вторым посоветовался, поправили, подошел, подошли к третьим. Скажем, сюда принесли к Виктору Ивановичу, он вам всегда подкорректирует, он кандидат экономических наук, работает в бутылке. Вот, так что нет проблем мы в этом, то есть подготовили требования, раз, что нужно сделать? Надо их на страничку написать и надо начать процесс их одобрения. Вот эти требования можно сначала запустить на переговоры. У нас, кроме положения о том, что вот забастовки, как проводить, есть положение о переговорах в трудовом кодексе. Зачем нужны эти переговоры? Никогда вы на переговорах не убедите в администрацию отдать вам миллионы. Никогда. Это нужно для того, чтобы ваши товарищи, рабочие, убедились, что никто вам ни на каких переговорах, сколько бы вы там не разорялись. И вам вас освободят даже от работы с оплатой по среднему до трех месяцев. Три месяца будете ходить раз в неделю и рассказывать потом по бригадам, что никто никак не соглашается на наши требования. Мы все аргументируем, и все будет лучше аргументы, и все больше. С нами соглашаются, пьют кофе и так далее. И так ничем не кончаются. Вот поэтому я очень советую начать не с забастовки, а с переговоров. Чтобы иллюзии у товарищей рабочих о том, что переговорами можно. Еще есть некоторые у нас мирные стратегии, и еще есть люди, которые объясняют, как вести, как говорить, как выступать, как аргументировать. Ну как вы будете аргументировать? У меня два острова, я хочу их купить в Средиземном море. А вы хотите аргументировать, что вам нужно зарплату повысить. Ну вы странный человек, ну подумайте, какими аргументами можете меня убедить? Поэтому опыт всех переговоров говорит о том, что на переговорах ничего добиться нельзя. Но добиться, поскольку вы будете, те, кто участвует в переговорах, будут приходить в бригаду, рассказывать, вот вчера были переговоры, вот мы им, вот это, они нам вот это, мы вот это, сволочи. То есть вы должны с помощью вот этого переговорного процесса, это и есть подготовка к забастовке. А потом начинается процедура. У нас вообще понятие забастовки есть, а понятие конфликт из права исключено. Нету. В свое время еще при Горбачеве был закон о порядке разрешения коллективных трудовых споров в скобках конфликтов. Потом при Ельцине слово конфликтов изъяли, и поэтому у нас закон только о спорах. Я сказал, спорьте, и вот мы можем каждый день с вами встречаться и спорить. Вы заодно, я за другую, вы заодно, за другую. И так, и ничего плохого в этом нет. На самом деле это замаскированный тут конфликт, а конфликт это противоречие, причем обострившиеся за такой степень, когда сила аргументов заменяется аргументами силы. Уже их будут не словами говорить, а вот остановят производство, тогда вы поймете. Когда прибыль к вам не пойдет при бабочной стоимости, тогда вы узнаете. Поэтому все, что добыто рабочим классом во всем мире, добыто, кроме революции, еще и забастовочной борьбой, добыто только через конфликт, через забастовки. Никакого другого способа нигде никогда не было, и нам это надо усвоить. И если уж мы находимся в буржуалном обществе, так и действовать соответственно. Никто вам здесь не собирается улучшать вашу жизнь. Еще не все убедились, что никто, всех собираются только ухудшить жизнь, вас отобрать, еще какие-нибудь блага о себе увеличить. Вот и все. Неплохо же быть депутатом. 400 тысяч получаешь, и там есть отдельный пенсионный закон 75% от дохода. 75% от дохода сколько будет? 300 тысяч. 300 тысяч будет получать. Вы к нему приходите его убеждать, чтобы он, так сказать, ввел парк максимуму, как вот Ленин рекомендовал. И чтобы у вас была, у него зарплата была, чтобы 40 тысяч, как у всего народа. Вы что, сумасшедшие? Кто он войдет? Никогда он это не сделает. Я в свое время, вот был у нас такой период, когда создавалась Компартия РСФСР, и вот находящийся здесь Виктор Аркадьевич был членом ЦК Компартия РСФСР. А я участвовал в оргкомитете по созданию Компартия РСФСР. И вот был такой момент, когда члены ЦК уже избраны все, новой Компартии РСФСР. А нету ни секретарей, ни Политбюро, никого нету, только вот ЦК. Ну и такой перерыв, сидят два часа, надо еще ждать, пока там будет все организоваться. Я решил, как представитель этого оргкомитета, заодно такое рейтинг и голосование провести, кто за парк максимум. Говорю, вот парк максимум, Пьянин его предлагал, он, значит, обещал, гарантировал бюрократизм нас и так далее. Давайте проголосуем, кто за парк максимум. Я поставил на голосование. Ну, как в таком порядке. Я был как бы никто, участник только оргкомитета, а тут были члены ЦК. Но тоже они пока никто, потому что у них никаких руководителей нет. Проголосовали. И что вы думаете? Меньшинство за это предложение. Поэтому, так сказать, вышли мы все из народа, как нам вернуться в него. Надо понимать, что так просто не бывает. И очень все с трудом проходит. И вот тогда встает вопрос уже о процедуре. А процедура такая. Надо, чтобы вот эти требования были одобрены конференцией. Тут в Союз большие сложности. Вам могут никакой конференции, никакого зала не дать. Раз. Во-вторых, вам могут в рабочее время вообще ничего собирать. Не дать. Два. А вам надо соблюсти закон. А вам надо, чтобы все было оформлено. Если не оформлено, это незаконная забастовка. Сразу хочу сказать про незаконную забастовку по пути. Значит, незаконную забастовку организовать очень просто. Взяли, остановили. Приходит руководитель и говорит, ваша забастовка незаконна. А вы кто такой? Вы судья? Нет? Вот суд может только признать нашу забастовку незаконной. Как только он признает, мы сразу восстановим работу. Он идет там, пока они идут в суд, подают и так далее. И записано в Трудовом кодексе, что работники обязаны прекратить забастовку после того, когда будет вручено решение о признании, судебное решение о признании забастовки незаконной, к органу, который возглавляет забастовка. Во-первых, у нас, вот мы сейчас с вами решили забастовать, никакого у нас органа нету. Приходит судебный пристав и спрашивает, кто у вас тут орган? У нас нет органа. Походил, походил, время закончилось, его пошел домой. Они же, судебные приставы, у них, о них даже решение судов не сообщают, только исполнительный лист. Ему надо вручить, некому вручать. А если есть такой забастовочный комитет в этом, то вы спросите, где забастовочный? Я не знаю, может в кочегарке, может он там, а может в кафе, может по домам сидят. Во время забастовки где может находиться забастовочный? Или нигде? Поэтому вопрос, вопрос в том, как провести забастовку очень простой. Иногда вот требования выдвигают, чтобы никто не мог сказать, кто защитник, очень просто. Вот надо только выучить все требования и дружно нам сразу, вот как только зайдет сейчас генеральный директор, мы сейчас ему продекланируем все требования. Все. У кого будешь уволить? Всех не уволишь? И такое было. Иногда забастовку делают без всяких оформлений, просто вам не платят зарплату. А вы сидите, утром пришли и сидите, вот в цех сидит 600 человек. Приходят, а что сидите? Ну, ждем. А что ждете? Дают зарплату, когда дадут. Наверное, не привезут. Не знаю, может, привезут. Так, а что не работаете? Так вот, зарплаты нет, поесть бы надо. Так вы поешьте. Так зарплату дадут, поедем и начнем работать. Ну, так отдайте, кстати, до зарплаты займы. Все просто, от того, кто пришел. Он уходит, второй, третий, четвертый. Вечером привезли зарплату. Всякое бывает. То есть, тут народная смекалка должна действовать. Но мы идем по строгой, так сказать, процедуре, которая установлена. То есть, надо, а, эти требования должны быть приняты к конференции. Если конференция вам, конференция, чтобы ее собрать, надо так все подготовить, чтобы вы в обеденный перерыв могли провести. Раз и провели. Ну, может быть так, что обеденный перерыв тоже разнесены, никак не собрать. А надо, если конференция, значит, на ней должно быть две трети присутствовать делегатов на этой конференции. А кто норму представительства? А вот эти тройка установят эту норму. Допустим, от 500 человек один. Тогда вам конференцию нужно из трех человек. Если у вас полторы тысячи на заводе всего. Вот у докеров такого не было, чтобы из трех, а вот из семи было. Нужно было срочно собрать конференцию, начать запасовку и тогда нельзя увольнять. И раз, из семи человек сделали по норме, там один от тысячи. Вот и все. Норму кто-то должен установить. Никакого тут закона нет. Главное, протокольчик был для суда в случае чего. Норму. Есть другой способ. Никаких конференций, собрание будет. Собрание, а собрание как его? Никак не соберете телезаводами. По коллективам. Вот пришел я к вам сюда. Здесь коллектив. Так. Сколько у вас всего? Всего 100 человек, присутствует 51. Нормально. Большинство. Так. Пишем протокол. Председатель. Вот. Товарищ Калко. Высехлетарь. Вот. Бумага я вижу. Да. Все хорошо. Записали. Это называется собрание с одинаковой повесткой дня. С единой. Вот поездку дня сделали, вот было столько, столько и оформили. Пошли в следующий. На следующий день обедение перерыва, потом следующий. Обошли всех. Ну не всех, большинство. Получили больше половины, проголосовал. Составляем. Вот все есть протоколы всех собраний и единый протокол. Всего участвовало столько, всего на заводе столько, участвовало вот столько, то есть больше половины. Проголосовал тоже больше половины. Все. Видите требования. Красота. И ничего не надо. То есть таких проблем, которые бы нельзя было решить, нету. Вот. Ну понятно, что если у вас требования хорошие, так будут слушать. Если требования, с чего я начинал, такие, кому это все отвернутся и будут есть свои бутерброды. Никто вас слушать не будет. Да оставляйте везде всегда эти требования, чтобы их не забыли. Напечатать, это не проблема же. Один одну страницу взял, пустил, так сказать, пачку 500 листов и сделал 500 этих требований. И говорю, давай всем, не забывайте администрацию, вы же от них же требуете им. Прежде первую голову им дать. Пусть они тоже выскажутся. Мы их убеждаем. Ну не удалось убедить, а пришлось бы отставать. Вот как раз, раз и не удалось. Вот после того, как мы оформили эти требования, начинается процедура. В процедуре, процедура дальше, вот все это можно прочитать. Я даже, особенно на этом долго останавливаться не буду. Процедура простая. Примирительная комиссия. За неделю это проходит, потому что все знают, что никто на этой комиссии, конечно, не примирится. И там написано, что на третий день вы можете сделать предупредительную запастовку на один час. Не надо на это ловиться, потому что вы еще не готовы к тому же час постануть, чтобы весь завод бы остановился. Еще не дошло до этого. Поэтому пусть пройдет предупредительная комиссия. Особенно хочет администрация еще продлить. Не надо ее особенно продлить. Но можете и продлить. Потом за предупредительной комиссией как бы еще два этапа. Бумажные. Никаких этих этапов не бывает. Один называется приглашение посредника. То есть, одна сторона приглашает одного посредника, а другая сторона другого. И они, значит, согласовывают. Но если вы предложите посредника, я разве соглашусь на вашего? Да ни за что. Я же знаю, что он будет вас защищать. А вы на моего будете соглашаться? Да никогда. Поэтому это все бумажное дело. Надо оформить протоколом, что мы вот обсуждали. Вот я дважды был в качестве кандидатуры посредника. Меня просил председатель Российского профсоюза докеров, для дальневосточных докеров выступить посредником. Я говорю, да все равно они не согласятся. Ну, не ладно, Михаил Васильевич, вы согласны? Я говорю, да я согласен. Ну, хорошо. Потом и пропали. Я говорю, куда вы пропали? А все, говорит. А все, все. Да, мы, говорит, когда согласовали кандидатуру, потом решили, что дайте 2%, повысили зарплату на 2% и прекратили. То есть, как-то так бывает, можно кого-то и напугать. Где-то люди, скандал там из Ленинграда приедут. Никакого посредника не было. На этом все закончилось. Второй раз спроса не было, естественно, и не может, наверное, быть. Поэтому надо записать протокол, что мы обсуждали, проходили, чтобы для суда было, чтобы у вас все оформлялось. Дальше идет трудовой арбитраж. Некоторые думают, что это суд. Никакой это не суд. Это должны быть люди не из организации, которые, получается, так. Один человек предлагает работодатель, один человек предлагает работники, один человек служба к разрешению коллективных трудовых споров. И вот, если стороны согласились, что решения арбитража будут обязательными, тогда арбитраж проводится. Если нет, то и нет. Вы согласны, чтобы были обязательны? Не, а я не согласен. И все, до свидания. И надо обе стороны, чтобы сказать, я не согласен, не надо соглашаться, обманут. Ну, правда, у меня был такой случай, когда председатель этого руководителя службы был у меня дипломником в университете. И, хорошо, у нас проходил арбитраж. Это редкий случай. В основном, говорят, у вас две-три стороны. Какие три? Государство, это что? Это коллективный капиталист. Это председатель буржуазии. А это буржуазии. Какой же может быть арбитраж? Надо понимать, нечего туда и суваться. Поэтому вы не согласны, и все, и не надо его про... Ну, оформить все. Что-то иначе, если не оформить, объявить вот эту самую забастовку незаконно. Потом останется всего, ничего. Согласовать с администрацией минимум работ во время забастовки. Ну, что-то для больниц, там, для роддомов и так далее. Надо что-то делать, отвозить. Так, раз. И второе, пойти в муниципалитет, сказать, тут скоро забастовка будет. Вот мы вас проинформировали. И зафиксировать, что они знают об этом. Иначе получается что-то будет не оформлено. И все. И после этого вы собираете конференцию, на ней избираете забастовочный комитет и форму забастовки определяете. Бессрочная. Почему бессрочная? А потому что вы спланировали вот на столько дней, а потом ничего не добились, побиты и пошли. А бессрочная это значит, что вы как начали это делать, пока не добьетесь. А если бессрочная, вам лежать надо, семьи у всех. А не таджиков наймут, а тем, что вы ссадитесь. Не имеет права. Не уходите с рабочего места. Это правильный вопрос. Не уходите с рабочего места. Вот товарищ Петров, Владимир Александрович, председатель правкома второй севедорной, первой севедорной компании, говорил так, мы были в Европе и видели, как защищают рабочие места. Сейчас зима, вот у нас есть ледорубы, у нас есть кирки, вот все есть, чтобы с рабочего места вы не уходили во время забастовки. И все, и никто не придет. Не надо пускать. У нас никто не должен противодействовать забастовке. А не надо противодействовать. Просто вы гуляете перед входом на ваш завод, так гуляйте, что никто не пройдет. А не видели, что ли, в фильмах показывают, как ходят такие карусели. Карусели не только выборные бывают, но и забастовочные. Так что, короче говоря, бессрочные, а форма какая? Частичные, прекращение работы. А частичные какое? Вот 6 часов работаем, а дальше отдыхаем. В каждую смену. Поэтому кончается ночная смена в 6 часов, следующий приходит к 8, 6 часов поработала, в 14 кончает. И третья смена, поработала вечерняя, и все. И все поехали домой, и к семье, и к детям. Потом не остановить такую забастовку, вот у докеров. Они их не по 2 часа, а они по час-полтора где-то не работали в день. Так как всем понравилось, летом особенно, и пошли купаться, и пошли в театр. А то они работали там, как проклятые, за то, чтобы, так сказать, обеспечить прибавочные стоимости тем самым своим капиталистам. Поэтому, вот вам и 6 часов рабочий день уже есть. Теперь интенсивность, конечно, повысилась у вздельщиков, поэтому они зарплату свою такую же получат. Ну, а освободившееся время надо использовать для того, чтобы теперь уже неравенство, у вздельщиков больше, у повременщиков меньше, надо добиться коррективной и нормальной зарплаты для всех. А все остальное, а все остальное так, забастовочный комитет избранный, имеет право, уведомим, за 3 дня администрацию, изменить форму забастовки. То есть, можем полчаса работать, не работать, можем 3 часа не работать, можем 7 часов из 8-ми не работать, то есть, все хотим, можем шаг в одном порядке, вот вы работаете, а все остальные не работают, или наоборот, все работают, а вы не работаете, но вы должны включить, открыть, и без вас никто не будет работать. Они все зарплату будут получать, а вы будете у меня, я бастую, потому что есть решение забастовочного. Потом Иван Михайлович бастует, опять ничего не работает, и тогда вы, а вы все время бастуете, и так, я видел, вы здесь бастуете. Я все же на конфликты устанавливаю. Молодец. При живом прежнем. Вот я и говорю, вот при живом мне, вот вы со мной и даже ходили на конфликт. И я это запомнил. И это хорошо. Без конфликтов не проживешь. Спасибо за внимание. Так, вопросы. Так, каким образом встраивать забастовку и оставить свои права врачам? Значит, мы не случайно говорим, что руководителем всего движения по созданию советской власти и социализма является городской, пабрично-забастковой промышленной тракториат. Ничего врачи не смогут сделать. Ну, как они будут забастовывать врачи скорой помощи? Помирает народ. Да их потом поубивают, этих врачей. Или вот там, значит, есть реанимация, и тот товарищ вышел в белом классе, у меня забастовка, и там сразу раз-раз-раз-раз четыре трупа. Ну, как врачи? Никак врачи. Ни врачи, ни учителя. Ничего они не смогут сделать. Все это могут сделать. Товарищи, почему я не написал в Великом Почине? Только определенный класс. Городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие, в состоянии руководительских массой трудящих эксплуатированных во всей борьбе за полную шагу. А как руководить? Руководить, это прежде всего вот забастовку начинать. А если не могут люди начать забастовку, и эти, что вы думаете про врачей? Пока вы подождите. Помогите. Вот я скажу, как человек из другой сферы, какая у нас может быть забастовка? Мы наоборот сидим все по домам, а когда надо лекцию читать, приходим на работу. Поэтому, если у нас наоборот бы все пришли одновременно в один день, вот это было бы страшно. Как бы все задрожало просто. Как может забастовка? Поэтому, представители, фитлятор люди пришли, а забастовали артисты. Это тоже странно. Плевок в душу. А здесь что, при чем тут эти товарищи? Нет, это так не пойдет. Второе. Каким образом отставить свои права? Парикмахерам, фитнес-тренером, фотографам. Никаким. Не отставите вы свои права. Будете мыкаться, потому что это несчастные люди. Они даже их приплачивают хорошо. Но если они вяхнуты, то их тут же уволят. Никаких средств нет. Единственное, может один профсоюз быть парикмахером. Но начальник этого профсоюза может быть будет от вас взносы получать. Неизвестно, чем будет заниматься. Вы его проконтролировать не можете. То есть, еще раз возвращаясь к тому, что все это прежде всего относится. Сейчас у нас забастовочная борьба на заводах. Нет у нас забастовочной борьбы на заводах, поэтому все остальные отдыхают пока. Не получится. Вот когда у вас будет общая забастовка там, скажем, на Кировском заводе, там, 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 тут и врачи могут что-то там сделать, какие-то что-то, подумать как. Или там учителя. Но это только вот при этом условии. Поэтому, конечно, надо рассчитывать прежде всего. И кто и советы создаст? Конечно, опять же, фабричные, заводские, промышленные, рабочие. Вопрос. Полезные, протестные, уличной борьбы. Протестная не может быть успешной. Ну, от того, что я протестую, это вот, ну, вот бейте меня, а я протестую. Как я могу быть успешным? Сейчас меня будут все бить вот после лекции, а я буду протестовать. Протестовать-то я могу же? Сопротивляться могу. Вот меня будут выкидывать отсюда, а я буду сопротивляться. И какой может быть успех в этой борьбе? Как вообще мысль такая? Голубу прийти про успешную протестную и действию. цирк какой-то. Иногда говорят, вот же была монетизация. И что? Все монетизировали. Вот я, скажем, получил. У меня есть карточка. Эту карточку, на нее деньги приходят. Но это тоже монетизация. Не бесплатный проезд, а деньги выделяет государству. Все монетизировано. И эти люди, выходящие на пенсию, отказываются от этих влаг, потому что вы бесплатные лекарства не получите, умирать будете, а их не будет. Тогда вы заплатите большие деньги и купите себе. А так хоть денежки какие-то получите. Никакого, никакие, никогда протестные действия. Сегодня пример борьбы желтых билетов. Примеров борьбы сколько хотите. Вот я могу бороться и примеров вам показать сколько хотите. А результат борьбы какой? Какой результат-то? Требований никаких определенных и нет. Организации нету. Ну, проблему. Так что, пока я не вижу, с чего нам такое заимствовать в Франции. Это же не люди на заводах ведут забастовочную борьбу. Те, кто ведут забастовочную борьбу, те, кто сокращают все рабочие деньги и повышают зарплату. А там что? А там их убивают. Вопросы? Степан Сергеевич Малинцов. Удалось ли вам заключить КД с администрацией учебного заведения? Нет, конечно. Как я могу с ней заключить договор? У нас, значит, в учебном заведении нашем раньше было дело так. У нас был ученый совет, он принимал решение, был коллективный договор, и решение проводилось с приказом ректора. Сейчас у нас устав другой. У нас есть попечительский совет, который обладает Медведев. Вот, так сказать, вот с ним вы боритесь. И, значит, ректор, проконсультировавшийся с ученым советом, принимает решение. То есть ученый совет вообще ничто, ученый совет ничто. Поэтому, о чем мы могли говорить? Нет такого примера. А повышение зарплаты у нас и так сверхинфляция идет. А как делается повышение зарплаты? Это вам Владимир Владимирович объяснит. Сдается указ повысить зарплату путовским работникам. Ни рубля на это не выделяется, поэтому половину выгоняют, а вторую половину в два раза больше. Пусть в два раза больше работают. Они говорят, ой, слишком много мы работаем. Тогда мы и вас еще половину выгоняем, чтобы не ныли. Ну и все устаханивается. Также и медицина. Как вы думаете, в медицине у нас, после всех этих указов, что после реформы 7% в течение этих трех лет, 7% снижение затрат на здравоохранение. При этом, вы знаете, что основные, так сказать, куда деньги идут? Страховые общества. Куда? Для чего? Для того, чтобы эти люди, которые в страховом обществе получили деньги, оставшиеся идут врачам, а оставшиеся идут к пациентам. Поэтому о чем вы говорите? Поддерживается ли ваш, вы инициатива Ротфронт и Просоюза о включении подобной нормы в ТКРФ? Какой нормы? У нас все нормы есть, борьба нужна. Поддерживаем. А сколько вы процентов предлагаете? Сколько? А кто уже договорится? Ну вот если вы начинаете, Степан Сергеевич, давайте поставьте 10, и я поддержу. А так что поддерживать? Это вот тот самый случай, о котором я говорю. Вы не называете цифру. Раз не называете цифру, это пустая блатавняка. В ответ на повышение пенсионного возраста, вы требуете снижение продолжительности рабочего дня. Мы это не можем требовать. Кто мы можем требовать? Это могут потребовать коллективы. Я еще не знаю ни одного коллектива, который бы потребовал. Поэтому мы пока, но считайте, что мы с вами плохо работаем. И я в том числе. Ну что мы можем сказать? Ну надо быть реалистами. Ну я требую. Ну я выйду сейчас, и вот сейчас запишут. Вот я потребовал. И что? Ох вы нашли проблемы. Вы профессор потребовал из Ленинграда. И что? Да и этих профессоров их полно. Чего их слушать? Они для того и существуют. Тем более даже интересно. Одни это требуют, другие это. Каждый что-то потребовал. Этот потребовал 6 часов рабочего дня. Красота. Демократия. Это еще говорит о том, какая у нас демократия в России хорошая. Кто хочет, тот чего и говорит. Делайте, что хотите. А что вы тут? Думайте по поводу возраста. Ну что думаете? Он у меня солидный уже. Надо ли бороться в том числе снижение возраста, выхода на пенсию? Сейчас не надо. Потому что, как человек, вы сейчас проиграли, и что вы сейчас полезете? Вот у вас была битва, вы сейчас ее проиграли. Мы проиграли эту битву. Что вы сейчас еще раз по морде дадут? Значит надо найти, с какого конца зайти. Мы нашли, с какого конца. Надо требовать, уменьшить эту норму выработки, то есть сколько человек находится на рабочем месте, путем сокращения рабочего дня. Это-то можно сделать, потому что, если мы выставляем забастовку и определяем ее форму, то нам не важно, они удовлетворят или не удовлетворят. Мы сразу делаем не меньше, работаем не более 6 часов. Все, это записано. То есть тут сразу те люди, которые поштучно на предприятии сделали такое, все сократили. Мне отвечало Министерство экономического развития на мои предложения. Вот Сергей Викторич записал, что нужно делать для подъема экономики. Я там наговорил и потом и послал письмо. Письмо попало в Академию наук, в Министерство промышленности и торговли. Промышленности и торговли сказали, да, мы примерно в этом направлении работаем. Академия наук тоже сказала, а Министерство экономического развития все против, кроме одного. Там, где я говорил о сокращении рабочего дня, говорят, что вы требуете? Это же по закону вы можете сделать. У нас же до 40 часов. Кто хотите 4 дня работать? Хотите 3 дня? Хотите 2? Хотите 8 часов? Хотите 6? Что хотите, то и делайте. Если у вас будет соответствующая норма коллективного договора, это на уровне предприятия решать. Все, вы пишете куда? Высоко. Пока к кому принципу и с кем объединяться работникам, небось, небольших коллективов, если в торговой фирме. Два сотрудника, юристами и низверх. Естественно, никаких профсоюзов и договоров. Я думаю, что вот из всех этих коллективов, и врачам, и учителям, и вот этим торговым работникам надо идти в политические партии. Идите в РКРП, в рабочую партию, врачи, и боритесь. Потому что, ну как вот, с кем вы там будете объединяться? У вас там все противники, все дрожат. Ну, а если есть когда-то не дрожащая тварь, ну идите в партию. Партия у нас разрешенная. Никто не спрашивает. Зарегистрировали. Общественное объединение не зарегистрировали. Могу свободно действовать. Никто не мешает. Тоже по принципу. Ну, что вы там выступаете, там вот, у вас рабочие, то вы там красные, то вы там чего. У вас вот тоже есть телевидение, и что только. А что вы? А у нас как выйдет это вот телевидение на миллионы? И вы там утонете. Поэтому вы будете все время так говорить, никто не против. Поэтому буржуазии на это смотрят высоко, на эти вещи. Поэтому действия нужны. Будут забастовки, тогда будет движение. Не будет забастовок. Это все будут наши все разговоры о левых, о движениях, объединениях. Потому что рабочие очень просто объединяются. Там ведь не спрашивают, вы за что? И из какой партии? Это вам очень просто. Вы за эти требования выступаете? Выступаете. Поэтому Ленин говорит, работать даже в самых желтых профсоюзах. В самых желтых работать. Потому что, когда решается вопрос о том, вы за то, чтобы повысить зарплату на 10%. А я буду спрашивать, а вы из какой партии? А нет, тогда я с вами не буду. Если мы хотим повысить зарплату, так и повышайте. Это разные вещи. Просто больше нет. Не по теме. Три выступающие. Не по теме. Все. Как это не по теме? Сам говорят, народ не поднять. Вот я и спрашиваю. Вот как раз по теме и спросил. Вот он ваш веролом. Анонимку я не рассматриваю. Нет подписи. Не рекламный. Спишись пока. Уже поздно. Все, опоздал. Я же работодатель сейчас. Все. Подал не вовремя бумагу. Да подал не подписанную. Сейчас я ее порву и все. Поэтому и на помойке сидеть. Именно поэтому. Да. Это я же злодей. Вы же знаете. Да не вы, а ваши идеи. А идеи мои нормальные. Ладно, Юрий Александрович. В мое время жираешь. Это неправильно. Вот он еще и ваша заправа. А он хороший человек. А мы два злодея. Мы сейчас за басток пробегаем. Очень хороший. Лень над этим смело. Я думаю, что мы полугодие начали с очень правильной темы. Так. И Михаил Васильевич нам хороший тон задал. Показав, что советы вырастают из борьбы. Из забастовочной прерывшейся борьбы. Значит, увязал это дело с диалектикой. Что начало есть неразвитый результат. Да. И к чему надо стремиться. Это следует отметить. Понимали хорошо и представители эксплуататорских классов. Не помню точно, кому из полицейских чинов принадлежало выражение. Помните, что из каждой забастовки выглядывает гидрореволюция. Поэтому они это хорошо чувствовали. Дальше, как из забастковочной борьбы вырастают советы, то есть те органы, которые и ведут борьбы, и занимаются организацией этой борьбы, и обеспечением этой борьбы. Лучше всего, конечно, видно на примере первого совета Ивановского. Когда избрали своих депутатов вроде бы просто на митинге у красной талки. Оказалось, что избрали по производственному признаку. Значит, избрали для того, чтобы говорить, вести переговоры. Одновременно пришлось управлять процессом. И охрана, и кооператив по снабжению продовольствием. И разнарядка на работу выводили. Что сегодня можно делать, что сегодня нельзя делать. И даже адвокатские службы появились, и прочее, прочее. То есть, вот тот пример, который в учебниках у нас есть, и который мы должны будем еще изучать, и в любой системе догодиться. Но, значит, у нас сразу, когда мы сегодняшние примеры смотрим, то здесь как-то тяжелее. Потому что докеры вроде сами по себе там боролись. Значит, авиадиспетчеры свой за боском. И до Совета вроде как к чего далеко, но... Ивановским рабочим было легче. Но элементы проскальзывают. Потому что те же докеры, когда борьбу начали, там тоже появились формы. И газету пришлось выпустить, и подключать. Такие литературные перья, как сам Владимир Сергеевич Бушин. Так, и пикеты мы все вместе с вами выставляли. И депутатов подключали, и науку подключали для переговоров. То есть, вот когда серьезная борьба, и серьезные события, то действительно уже это хочешь не хочешь, а разрастается за границей. Аналогичные явления наблюдались и когда выборские ЦБК на пике борьбы было. И у Форда в этих делах и прочее. То есть, вот эта главная мысль, что советская власть вырастает из борьбы, из-за боскомов, она абсолютно верная. И сомневаться здесь не приходится. Что касается вот некоторых отрицательных замечаний Михаила Васильевича относительно так называемой протестной борьбы, здесь я кое-чем с ним не соглашусь. Почему? Потому что протестная борьба в том виде, как мы ее наблюдали, ее тоже следует рассматривать как реакцию людей теми формами, которые им в этот момент под силу, что ли. Та же самая монетизация. Вот я в те времена был депутатом и наблюдал картину. На личной площадке задницы к стенке прижали несколько женщин во главе с опариной, шведством, Зуравова. Значит, Михаил Юрьевич в те времена министра туда. И что же вы делаете? Ведь люди выйдут на улицу, вас сметут. А Зуравов так это не выйдут. Да вас же там не сметут. Но все-таки тогда вышли миллионы. И, если говорить о результатах, первоначальные цифры, которые вносились в Думу по монетизации, они были в 4-5 раз меньше, чем те, которые в конечном итоге были установлены. Это тоже результат определенной борьбы. Хотя, конечно, надо понимать, что они из этого дела сделали выводы. И тот маневр, который Путин совершил в пенсионной реформе, ну, ладно, мы женщинам снизим, так сказать. И не будет, кто это на 63 года? Это же много, она же еще бабушка молодая. До 60 достаточно. Это уже запланированные уступки, которые, да, но, тем не менее, это та борьба, которая и тоже естественна, так, и имеет право и должна быть использована, и не бесполезна. Не бывает бесполезной борьбы, потому что лучше зажечь всего одну спичку, чем всю жизнь говорить холодно-холодно-холодно. Вот. И та борьба, которая сегодня от желтых жилетов ведется во Франции, это очень, так сказать, неоднозначная штуковина. Мы дружим там с коммунистической революционной партией Франции. Они пока не очень участвуют и там всякие вещи называют, в том числе о том, что они сами сторонятся от коммунистов, и в сторону, что там есть элементы, значит, всякой разной конъюнктурщины, так, в том числе политической. Но, понимаешь, те требования, которые у них там заложены, это те требования, которые на отдельно взятые фабрики не вдруг выдвинешь. Там и рост цен на бензин, и величина налогов, и пенсионные дела, и страховые, и так далее. Поэтому в защиту, как бы, определенных дел по протестной борьбе я и выступаю. Между прочим, сейчас в Италии маленько они понизили пенсионный возраст на несколько лет, в этом самом, в Польше примерно такие же процессы. И заканчивая, хотел вот эту мысль, которую Михаил Васильевич на ряде примеров нам объяснял, и иллюстрировал относительно творческого подхода к делу, что, конечно, здесь нужно своей головой каждый раз думать. И на каждом отдельном предприятии, и в целом по стране или ситуации. Например, вот в сей момент резко изменил тактику наш друг-сукин сын Навальный, да? И он уже озаботился зарплатой бюджетников. Вот Михаил Васильевич зарплатой озаботился. Шесть миллионов людей, которые должны подпадать под указы майских президентов, где президент говорил, не средняя зарплата дала, а каждый научный работник должен получать не менее, чем две средних зарплаты. Каждый отставшийся научный работник. Вот именно, у нас даже. Но к тому, что этот сукин сын, обладая определенными ресурсами и связями, в том числе подкидывает ему информацию, наверное, не только из отечественных источников, берется и использует, и на анонимных условиях выдать информацию, добывать и публиковать по каждой единице, по каждому предприятию, по Ленинградскому университету, пожалуйста, что у вас должно быть по указам Путина, и выполняются ли указы Путина. То есть, грубо говоря, сегодня помогает, вроде бы, ловить за язык, на слове этого самого президента и свою команду. Интересно, в принципе, можно попробовать, навшивость проверить и закинуть. Ну, на примере отдельно взятого в университет и факультет. Вы уже проверили? Значит, проверили. Два раза уже меньше. Поделитесь. Половина вузов закрыта в стране. Слово будет заключить на Миклосееве. А пока я думаю, что поблагодарим, значит, Михаила Васильевича и поздравляем всех с продолжением учебного года. Ну, у нас еще выступает. Давай, как и ровно вас. Сразу. Поздравляют обычно, когда успехи есть, а тут пока, ну ладно. Вот про конфликты говорят, Михаил Васильевич. Я всю жизнь конфликты делаю. Многие из вас еще не родились. При живом Брежье я делал конфликты. И когда меня вызывали в МИИ, говорят, что ты там это устраиваешь, мебель ломаешь, это все такое. Я говорю, я считаю, что проблем решить его надо обострить. И сидит там милиционер, пишет, да что, Гегель дочитался. Я говорю, я вообще ничего не читал. Это Гегель говорил. Поэтому я же фразу штухал по телевизору. Вот и все. Так, вот я задал вопрос Михаилу Васильевичу. Ну, не подписал, он к формальности придрался. Что вы думаете о теории пассионарности Гумилева? Пассионарность, мы это называем политической активностью. Ницше в свое время назвал это волей к власти. То есть, есть такие люди, которые хотят доминировать. Вот в Капстранах, например, там забастовки идут одна за другой. Вы сами спрашиваете, почему сытая Европа, голодая, Латинская Америка может выводить сотни тысяч на забастовки. А вот вроде Великого Октября, что-то никак. А вот дело как раз в этом. Сколько я не поднимаю этот вопрос? Так, в СССР у нас забастовок не было. Это слезть вот этой однопартийной системы. Когда партия превращается в религиозный орден. Меченосовый там, не знаю. Превращается в головастика. Ей никто не противоречит. Идеологическое противоречие другие партии не создают. Она вырождается. Вспомните нашего Леонида Ильича, который всю планету смешил. Забастовок не было, значит народ тоже противоречий не оказывал. Получился застой. Так, потом это. Как буржуи богу было. Видите, он правильно говорит. Как трудно забастовку организовать. Сколько это надо бумажей волокита. Кого-то убедить. Кого-то тот и сё. А как буржуи успешно этому противостоят. Они знают, что индивидуальное бытие определяет индивидуальное сознание. Они это как делают. Подходят к какому-нибудь рабочему. Говорят, слушай, Вась, Петь, как тебя? Ты пьянствовал, прогуляй, а тебя за это наказывал. А сейчас ты еще с каким-нибудь коммуняким связался. Так вот, я знаю, у тебя жена болит, вот тебе на ее поддержание здоровье. У тебя дочь замуж, вот дочь. Только вот эту работу надо сделать. И как можно быстрее. И все, я вам сразу скажу. Все как один убегают. И то, что закон прибавивший помощь у нас в Советском Союзе выполнялся свято. Это последний пьяница. Убежал один мальчишка с ПТУ. Его поставили, как стал эти фланцы. Он старый рабочий по одному делал. Пакет он взял, сразу стал. Начальник, молодец. Так эти старые рабочие почему-то чуть не прибили за это. Что, дурак, делаешь? Ведь они без Маркса, понимаешь, ураценки. А о оценке, что это закон прибавит, что завод должен давать прибыль. Ну, что еще? Ну, пока. Не, не, я сам не могу. Спасибо. Все, хватит. Последний записавшийся выступающий, директор Иван Михайлович, пожалуйста. Песторизм и прибыль. Песторизм и прибыль. Ну, да. Песторизм. Вы снимаете, да, вы мне даете? Ну, товарищи, тут вот Михаил Михайлович сказал, что вот ивановским рабочим они были не легче, чем нам. В каком-то смысле им было, наверное, и легче. Почему? Потому что они не жили при буржуазной демократии долгое время, как мы. И не было у них-то привито в такой степени вот эта самая концепция гражданского общества, так называемого. В чем заключается эта концепция, навязываемая нам? Что вот есть люди, индивидуумы, и каждый занимается своим делом. Если у тебя какие-то проблемы там, кто-то тебе мешает жить, ты идешь в полицию. Если у тебя там еще чего-то, пожары должны будут тушить пожарники. И каждый занимается своим делом, каждый все вот это. Если какие-то проблемы на работе, должен заниматься профсоюз. А люди конца 19-го, начало 20-го века, рабочие, они в большей степени были ориентированы на, если можно так выразиться, прямое действие. И если мы посмотрим на большинство забастовок в Петербурге в том же, они с чего начинались? В том числе, кстати, забастовки, предшествовавшие 9 января и Великая промышленная война 1996 года. Уволили людей несправедливо. 4-6 человек несправедливо увольняют. После этого завод весь идет к директору разговаривать. Как там кто-то начинает станки ромать и выходят на улицы, начинается забастовка. Станки ромать я, конечно, не призываю. Но вот это сейчас, будучи лишенными этого иммунитета коллективного, тут вещи такие, как организация профсоюза, организация забастовки, она зачастую превращается, как говорят студенты, в задачку-не-беручку. Вот, скажем, в лесном порту в свое время, под эгидой российского профсоюза докеров, мощнейшего профсоюза, люди грамотные были под боком, все, нашла группа энтузиастов, стали организовать профсоюз. Их взяли и вышвырнули на улицу. Просто уволили и все. Незаконно, да. Они пошли в суд. Ну, суд, так сказать, он должен тут, дело серьезное, должен обстоятельно, все обстоятельства, дело рассмотреть. Где-то через полгода, через год, даже не знаю, через большой отрезок времени их восстановили. Они пришли на работу, получили деньги за прогул, за вынужденный. Все хорошо вроде. Через два дня их опять увольняют. Ну и все это, как ты хочешь, незаконно, да. Ну вот я могу за себя сказать, что меня уволили, тоже совершенно незаконно, с грубейшими нарушениями закона очевидными, районный суд вернуть и выплатить зарплату. А городской суд, где подали апелляцию, он, так сказать, совершенно с пустого взял и признал решение районного суда незаконным, и решение этого об увольнении законным. Ну и все, а это законно. То есть, законно не то, что в законе написано, а законно, это законно, вступившее в законную силу решение суда. И какую бы чушь судьи ни написали, там, это будет законно, пока вы его не опровергли, где-то там в суде высшей инстанции, или можно еще в ЕСПЧ идти и так далее. То есть, вот это, и здесь против этого рома нет приема. Вот мне рассказывали, тоже человек там пытался что-то говорить, вот он приходит на работу, на вахте не работает эта самая, у него карточка не пропускает. Он что такое? А вы уволены. А как так? У меня вещи. А вон киоск через дорогу, иди купи пакетик полиэтиленовый. Тебе охранник вынесет твои вещи. Он купил пакетик, ему охранник вынес вещи в пакетике. И все. То есть, и здесь, так сказать, хоть суд встанет на вашу сторону, хоть и на вашу сторону, невозможно в таком режиме работать, что ты вышел на работу, тебя уволили, через год восстановили. Это, так сказать, и здесь ничего не сделаешь. А если, так сказать, человек 10-12 пойдут к директору поговорить, там, скажем, это самое, а охрана там начнет их как-то выставлять, физическую силу применять, надо сказать, что охранники очень часто ведут себя совершенно по-хамски. И тут, как люди имеют право на самооборону, и ведя такое дело, весь завод, в общем-то, может встать, тянуться к кабинету директора, там, как-то этих охранников урезонивать, там, и с ровами, и физически, если надо. Потому что здесь, ну а что, людей там избивают, охранники не имеют никаких прав, не работники правоохранительных органов, они не могут там человека там как-то избивать, ромать и так далее. Их, наоборот, надо, если они так себя ведут, заромать, там, в позу ласточки завернуть, вызвать полицию и все такое. И это повод, чтобы там завод весь встав, такое беззаконие творится. Но это, так сказать, конкретные случаи, это я здесь не буду говорить, но вот что надо здесь понимать. Что вот от этой вот концепции гражданского общества, где если тебе что-то не нравится, то идешь в суд, там и так далее, от этого надо уходить. Иначе мы не выйдем из этого закордованного круга. Нигде нет примера, чтобы в буржуазной демократии как-то развивалась и шло повосходящее коммунистическое движение. Вот сколько стран у нас, нигде нету повосходящего коммунистического движения. Нигде вот нельзя сказать, чтобы рабочие по сравнению с 20-30 годами прошлого века приблизились к взятию своей власти. Путь, как Михаил Васильевич совершенно верно сказал, лежит к этому только через забастовку, через организацию прямого действия. Спасибо всем. Ну где же торжество вашего Маркса? Заключительное слово выступление Герасимова. Заключительное слово. То есть нигде нет. Пожалуйста. Значит, ну вот в выступлении товарища был один конкретный пункт, что в советское время не было забастовок. Куда, кладу, в советское время были забастовки. Значит, есть такой товарищ Большаков, у него целая книга, в которой описана история забастовок, которые были в советское время. Она у нас там в фонде рабочей академии где-то лежит. Но я после этого посмотрел в интернете, и в интернете есть и не одна эта книга с рассказом о том, какие забастовки были в советское время. Но первый закон о забастовках у нас появился при Карпачёве. До этого никто в голову себе не брал, чтобы делать закон о забастовках. К Ленину пришли, в самом начале советской власти говорят, Владимир Владимирович, забастовали рабочих. Он говорит, а что вы хотите? Люди сейчас делали революцию рабочих. Революционализм – это когда все хотят лучше жить, пользуются благами жизни. А, значит, раз они забастовали, значит, либо вы что-то неправильно сделали, надо пойти исправить. Или вы сделали правильно, так надо пойти объяснить. И все. Поэтому никакого не было закона. Вот, скажем я, у меня детские впечатления, как приходят в хрущевские времена. Отец несет серый батон. Батон. При Хрущеве, когда, значит, в Канаде стали закупать зерно, а тут, значит, изобразили, что у нас зерна своего нет. Разрезаешь там черно-серый такой батон, пшеничный. И мать с батоном пришла. Тут же остановился Кировский завод. Завтра. Послезавтра уже белые батончики лежали, и все в порядке. Никаких проблем. То есть я хочу сказать, что были такие вещи. И на самом деле, и в советское время решалось. А вот другое дело, что когда пришла вот уже хрущевская власть, вот тогда они расстреляли бастующих рабочих в Новочеркасске в 1962 году. И что требовали рабочие? Не повышать расценки. Не понижать расценки и не повышать цены. То, что требует по всему миру рабочий. Ничего такого особенного не требует. То есть то, о чем я говорил, и что, собственно, все и подтвердили, что корень вообще борьбы рабочего класса – это забастовочная борьба. Никаких других средств нет. Никогда вы не переговорите, не приубедите начальству. Ну как вы можете переговорить, убедить, вытащить 2-3 миллиона или миллиарда? Это исключается. Поэтому весь опыт говорит только об этом, что надо делать так. А вот если есть забастовка, вот я начал, Виктор Аркадьевич, рассказывать, я могу только это продолжить. Когда была могучая забастовка в порту, то, значит, были очень могучие поддерживали и силы. Мы поддерживали силы тем, что обеспечивали еженедельный выход газеты за рабочее дело. Половина распространялась внутри, а половина – вовне. А потом, значит, в это время Виктор Аркадьевич был депутатом Государственной Думы. Мы приехали в Москву к товарищу Бушину с председателем, представителем правкома, с Петровым Владимиром Александровичем. Виктор Аркадьевич посадил нас на государственный автомобиль буржуазный, и мы на черном автомобиле поехали к Бушину, куда-то, к черту на куличке там, где-то под Москву. Я больше там никогда и не был, и не доберешься туда. Он, значит, нас увидел, удивился. Мы, значит, его убедили. В том числе профсоюзный комитет сказал, что мы вас от всех работ отключаем, поэтому мы вам финансируем эту работу, привез финансы профсоюзные. Сделайте, пожалуйста, нам. И Бушин написал замечательную статью в Трюм. Мы в «Народной правде» ее опубликовали, а потом «Правда» орган КПР, за что КПР большое спасибо, опубликовал еще, перепечатал эту статью. То есть, когда рабочие начинают действовать, тогда люди, которые могут чем-то помочь, начинают помогать. Но изменить это невозможно. Мы можем сколько угодно призывать, призывать, разъяснять, растолковывать. Вот Виктор Аркадьевич начал примеры приводить в пользу протестных действий. И все хорошие примеры – это когда были требования. А вот желтый жилет-то требует там. Другое дело, что у них это так-то не сгруппировано и не выдано. Но они же требуют, они просто протестуют. Они говорят, что это требует, это требует, это требует. Так вот те самые женщины, они требовали вот это, вот это и вот это. Так что всегда, если люди чего-то требуют, у них, значит, есть цель. У них есть цель борьбы, можно бороться. А если я просто сопротивляюсь, все бы вы не делали со мной, я все равно буду сопротивляться. Совершенно пассивная задача. То есть я никуда ни цель не ставлю, людей не собираю. Это у меня ни агитации, ни пропаганды, ни организации, ничего нет. А если нет ни агитации, ни пропаганды, ни организации, и нет никакой твердой основы, требования должны быть на какой? Вот мы должны требования помогать, формулировать, исходя из чего? Исходя из объективных интересов рабочего класса, из страны и мира. Правильно? А если мы не можем этого сделать, значит, мы вот плохие помощники. Чем мы еще можем помочь? Вот люди, знающие, образованные, тогда они приходят, рассказывают. Вот товарищ приходит и говорит, я всегда конфликтовал. И всегда это приносило пользу, почти всегда. Вот он сейчас, он тоже поконфликтовал, и вот я ему ответил. А если бы он не конфликтовал, я бы не обратил внимание. Так что это как раз все это укладывается в это. Конфликты. Самый большой конфликт – это революции. Даже мировые войны никогда не охватывают весь мир. Правильно? Они часть мира захватывают. А вот через революции все проходят. Прошла рабовладельческая революция, потом феодальная, потом прошли буржуазные. Все страны прошли. И всем предстоит пройти коммунистическую революцию. Ну как, если вы не участвовали в каком-то малом конфликте? Как вы можете такой конфликт, как революция, в нем победить? Никак. Ясно, что в революции это ведь не убеждают. Чем убеждают? Силой. Силой. Потому что, еще раз повторяю, определение конфликта. Конфликт – это противоречие, но обострившись до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Поговорили, 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 потом раз и остановили. Почему? Потому что у нас непринудительный труд. Право на забастовку, записанное в нашей Конституции, это право, которое говорит о том, что труд у нас непринудительный. Если люди не хотят за такую цену работать, за такую цену рабочих, они могут и не работать. Но если они не хотят организовывать забастовку, это их дело. У нас буржуазия написала все эти бумажки. Я скажу, что надо думать, что они не организуются. Они и не организовываются. То есть, во многом оправдывается представление буржуазии. Давайте им права все дадим, напишем. Они все равно будут ходить просто протестовать. Да протестуют они хоть бесконечно. И в этом смысле, ну что Навальный, он опять обманывает людей, говорит, профсоюз. Какой профсоюз политический? Не бывает профсоюз, в котором люди самых разных профессий и противоположных. Какой профсоюз? Он говорит о бюджетниках. Да к нам и повышают. Все уже сделано, то, что он требует. Нам повышают и медикам повышают. Как повышают? Увольняют медиков. 500 этих самых, 5000 медиков в Москве уволили. Был большой шум. На оставшемся они повышают. Повышают. Нет. К нам повышают. Ну сколько у вас зарплаты? 55. Это две средних по региону? Да, конечно. А что по региону средняя 27. Да, ну что, это у нас еще, вот у нас еще есть ОЦО в нашем университете, особо ценный объект. Повышают, повышают. Увольняют и повышают. Но не настолько же повышают? Другого способа нет, потому что под все эти указы не заложено ни одного рубля. Ни одного рубля. Под все эти указы, ни одного. Поэтому никакого другого. И требует исполнить. Это все равно, чтобы требовать уволить людей. Уволить половину. Вот смысл этих указов. Уволить половину медиков. Уволить половину учителей. Пусть будут у нас по 40 человек эти самые группы. Уволить половину. Или платность ввести. Они же как считают? Знаете, как зарплату считают? Это у нас нет сверхурочных работ. А если вы возьмете заводы, вот всю вашу зарплату за 12 часов, за 8 плюс 4, с удвоенной оплатой за сверхурочные работы, с повышенной через 2 часа, кто-то считает вам зарплату? Вот зарплата. Она повысилась. То есть, на самом деле, зарплата должна быть за нормальный день, за 8 часов, а на самом деле за 6. Так что вот такая картина. Короче говоря, я думаю, что наше общее совещание показало единство по этому вопросу, что надо содействовать организацию. Забастовочной борьбы в рабочих коллективах. Спасибо, Михаил Васильевич. Так, значит, у нас, мы встречаемся через неделю, в следующий четверг. Тема занятия. Этапы работы над коллективным договором. Ведет занятие доцент Герашимов Иоанна Халовича. До встречи через неделю. Газеты, пожалуйста. Народное прорушение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова